С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет. И даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и в этот раз выстоит. Во всяком случае, сам Виктор Федорович, как рассказывают его коллеги, до последнего рассчитывал вернуться на работу. Кем его теперь заменить, пока не решили. И это тут же сказалось на атмосфере в зале заседания. В очередную словесную перепалку между чиновниками и депутатами пришлось вмешаться губернатору. Досталось министру ЖКХ Сергею Крайневу за то, что для запуска отопительного сезона в регионе снова потребовались дополнительные деньги. Алексей Владимирович, очень важный вопрос задал по долгам ЖКХ. И почему у нас каждый год ситуация повторяется. Каждый год мы в преддверии отопительного сезона вместе с вами выделяем дополнительные средства из бюджета. Нет ответа на этот вопрос. И правительству Самарской области предъявлено этот вопрос как очень большая недоработка. Поскольку каждый год, вместо того, чтобы заниматься системно ликвидацией причин, каждый год просто затыкается дыра. Не годится это. Это не системная работа. Спустя два часа на оперативном заседании правительства Сергея Крайнева сняли с должности министра ЖКХ. Эти обязанности пока будет исполнять его зам Сергей Ульянкин. Новый состав Кабмина глава региона обещал озвучить позже. Я сказал, что готов услышать от каждой политической партии предложение при формировании кабинета министра в Самарской области. Здесь нет какого-то ограничения, связанное с теми иными политическими предпочтениями. Важно, чтобы человек был подготовленный, результативный, работоспособный, честный, порядочный. Вот основные критерии, я о них не раз говорил. Если такие кандидатуры будут представлены, я с удовольствием их рассмотрю, поскольку понятие кадрового голода, к сожалению, не является чем-то необычным для Самарской области. Депутаты поддержали изменения структуры областного правительства. Обновился функционал министерств. Минэкономразвитие больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут Министерство промышленности и технологий, которое этим летом возглавил Николай Брусникин. Он принял личное предложение Дмитрия Азарова. Сокращается число вице-губернаторов. Кроме того, они не смогут совмещать эту должность с руководством министерствами, как это было во времена Николая Меркушкина. А значит, зарплата у них тоже снизится. И еще одно, пожалуй, самое важное решение этого заседания. Все действующие льготы, которые сегодня имеют люди теперь уже предпенсионного возраста, будут сохранены. Данный законопроект действительно появился не случайно. Мы все были свидетелями высказывания нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что он высказал надежду, что регионы поддержат инициативу о том, чтобы сохранить все социальные льготы и гарантии для людей предпенсионного возраста. Для женщин 55 лет, а мужчин 60 лет. И сразу же реакция была нашего губернатора в числе первых поручения фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, чтобы сформировать такой проект на уровне нашего региона. Это значит, что все женщины и работающие, и нет, начиная с 55 лет, а мужчины начиная с 60, будут по-прежнему иметь льготы на проезд, оплату налогов, жилищно-коммунальных услуг, плюс все виды социальной поддержки, которые до этого полагались людям пенсионного возраста.